Привет, друзья! Рассмотрев в одном из прошлых роликов бюджетные товары для геймеров, обязаны обратить внимание и на средний ценовой сегмент, потому как потребность в расширенном функционале рано или поздно появляется у любого геймера. Понимая данную необходимость, нашли для вас самые лучшие по совокупности параметров предложения у проверенных продавцов и по наилучшим ценам. Для тех, кто не ознакомился с прошлым роликом по бюджетному топу, обязательно обратите на него внимание. Как и в прошлый раз, отметим отдельно, низкая цена – это не всегда низкое качество. Для того мы и делаем эти топы, находя товары наивысшего качества по адекватным ценам. Вторая версия популярной модели мыши Deceder от Razer. Не путайте с более дешевой версией мини. Из преимущества и отличия от прошлой версии в оптическом сенсоре на 20 000 DPI, наличие до 5 профилей во встроенной памяти и, самое главное, наличие оптических переключателей вместо механических, что обеспечивает моментальный отклик на ваши действия, что является крайне важным в гейминге. Полноразмерная механическая клавиатура с фирменными переключателями Romer G с тактильным откликом и меньшим расстоянием до точки срабатывания, обеспечивающая реакцию на нажатие до 25% быстрее, чем у конкурентов. Один из плюсов – клавиатура тихая, несмотря на явный тактильный отклик на нажатие. Клавиатура выполнена из алюминиевого сплава, обеспечивающий прочность и надежность конструкции. Программируемые клавиши и возможность записывать макросы как дополнительные бонусы. Отличные наушники от известного бренда, создающие девайсы специально для геймеров. Удобные оголовья и амбушюры, а также легкий вес, способствуют игре без дискомфорта в течение длительного времени. Звук чистый и глубокий, подходит как для гейминга, так и для простого прослушивания музыки. Микрофон с шумоподавлением, поэтому собеседники будут слышать вас без единого намека на шум или гул. Отдельно отметим размещение органов управления на самом наушнике – это несомненный плюс. Классический тканевый коврик на прорезиненной основе и с окантовкой по краям, продлевающей жизнь коврику. Если углубляться в детали, то коврики разделяют на спид и контрол. Если для вас это имеет принципиальное значение, то это спид. Поверхность более гладкая, в шутерах будет намного проще совершать движения и мышь не вязнет. Представлено в пяти разных размерах и двух расцветках. Держатель для провода мыши. Пока мы не подошли к топовому сегменту игровых беспроводных мышей, это необходимость. Кейпад от известного производителя девайсов для геймеров. Нескользящая основа для запястья и механика отличного качества. Это залог удобной и неутомительной игровой сессии, сколь долгой она бы не была. Для тех, кто не хочет ради игр покупать полноразмерную клавиатуру, или тех, кто хочет поиграть на телефоне с клавиш. Копия четвертого дуал шока. Совместима как с приставками, так и с ПК и даже телефонами. Посему считаем данный девайс крайне универсальным и уместным в коллекции любого геймера. Имеется богатый выбор расцветок. Если вы не любите чехлы, но хотите оригинальный геймпад, тут есть из чего выбрать. Продолжение следует... Обратите внимание, что с компьютером данный джойстик работает в проводном режиме. Если хотите беспроводной, то обратите внимание на следующий вариант. Аналог джойстика Xbox. Аналогично совместим как с приставками, так и с телефонами на Android и компьютером. В данном случае поддерживается беспроводная связь со всеми устройствами посредством 2.4G соединения. Отдельно хотим отметить возможность соединения с TV-боксами, что еще больше расширяет их игровые возможности. Ссылку на обзор лучших TV-боксов мы оставим в описании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В отличие от бюджетного руля из прошлого ролика, это уже серьезный девайс, имеющий обратную связь. Это позволит чувствовать автомобиль в полной мере, понимая, когда его сносит занос или ситуация близка к этому. Рекомендуется для любителей автосимуляторов. С необходимостью в отдельном микрофоне временами сталкиваются геймеры, желающие вести стримы или записывать подкасты. Встроенный микрофон в наушнике тоже хорош, но качества отдельного конденсаторного микрофона, конечно же, не добиться. Поэтому рекомендуем всем заинтересованным в ведении стримов игрокам обратить внимание на этот микрофон от популярного производителя аудиопродукции. Раз мы затронули тему стримов, то без карты видеозахвата не обойтись. Вашему вниманию представлен отличный образец оных, позволяющий писать 4К видео в 60 фпс. Данные товары порадуют даже опытного геймера своими возможностями, потому как геймеры, как никто другой, отлично понимают, что опыт – это, конечно же, самое важное, но качественные девайсы способны приумножить скилл. Если начинающим подойдут товары из прошлой сборки, то все любители, желающие играть на результат, и ищущие девайсы для этого, могут обратить свой взор на этот список. А в следующем ролике мы рассмотрим устройства, которыми пользуются профессиональные киберспортсмены, результаты которых зависят от каждой мелочи. Как вы понимаете, но офисные мышки чемпионами не становятся. Подписывайтесь и не пропустите! Субтитры сделал DimaTorzok